Привет! Это Демпфер компрессии от компании RockShox. Тот, который ставится на 35-мм шасси. Ну, яре 35-е. Да, в общем-то, аналогичнее стоит этот 32-е. Демпфер выпускается с компанией уже очень много лет. Его конструкция очень простая. Вот эта пластиковая деталь является пружиной, которая поджимает клапан. Клапан, который откроется. Сейчас у нас полностью перекрыто отверстие для масла. Вроде как бы оно и пройти-то не может, но при сильном ударе. Вот этот корпус сжимается и тем самым отдаляется, так скажем, вот от этой шайбочки фасонной, которая, собственно говоря, отверстие и перекрывает. Под ней большие отверстия, масло спокойно проходит и все у нас замечательно. Ну, есть, конечно, недостаток. Со временем этот пластик устает, разрушается, его надо периодически менять. Но это не главное. Главное, что компании RockShox нужно продать нам абсолютно крутой демпфер-чарджер, у которого есть ряд преимуществ. Вот смотри, какой нюанс. Вот сейчас компрессия полностью выключена, да, самый минус выкручена. То есть открыты у нас порты, через которые масло на низкой скорости должно спокойно протекать. Но вот какой нюанс. Есть люфт в этой детали фасонной шайбы. И вот у нас низкоскоростная компрессия, та самая, которая влияет на мелочь. Вроде бы в полностью открытом состоянии. Как бы, в общем-то, и не полностью открыто. Поэтому советую всем владельцам таких простых демпферов, вот когда мы хотим полностью его открыть, делаем на самый минус, и один щелчок вперед. Да, отверстие будет чуть-чуть слегка перекрыто, но зато при люфте вот этой детали оно не перекроется наполовину. То есть вы получите максимально открытую компрессию. То есть она будет не на самом последнем щелчке, а один щелчок назад. Вот такой нюанс по этим демпферам. Пользоваться можно, для простого катания годится. Единственное, что настоятельно не рекомендую на полностью закрытой компрессии гонять по хардкору, то есть жестить. Потому что вот эта пластиковая деталь, она рассчитана на разовые удары. Она не рассчитана на то, что вы будете включить платформу и будете постоянно ее долбить. В противном случае она выйдет из строя. А вот если на периодические случайности, типа поймал корень в лесу, да, она работает. Все, всем удачи. Если видос был полезен, не забывай подписываться, потому что, когда мы наберем 100 тысяч, я наконец-то возьму свою ленивую жопу в руки и сделаю видос про сборку колеса. И что-то еще я обещал. А, про правку геометрии вилок.